Продолжение следует... Хотя, если смотреть на эту тему шире, свод жизненных правил появился гораздо раньше. Для каждого верующего человека Евангелие – самое универсальное правило. Однако в наш век всеобщих сомнений в разных ситуациях даже заповеди трактуются по-разному. Сегодня мы в этом убедимся и попробуем составить правила для очень сложной жизненной ситуации. Сегодня мы говорим об эвтаназии. Уважаемые зрители, вы тоже можете выразить свое отношение к проблеме эвтаназии. Голосуйте по телефону в Москве. 271-67-71 против эвтаназии. 271-67-72 за эвтаназию. Итоги голосования будут подведены в конце программы. Звонки по России бесплатны. Поводом для нашего разговора стала необычная новость. Некоторое время назад мировые и российские СМИ обсуждали невероятную новость. После того, как врачи поставили 62-летнему россиянину Николаю Иванисовичу смертельный диагноз – опухоль мозга, тот решил свести счеты с жизнью на глазах у миллионов людей. Он продал права на трансляцию своей смерти британскому олигарху Алке Дэвиду. Вечером 29 июля в клинике Швейцарии врачи сделали Николаю Иванисовичу смертельную инъекцию. Во время добровольного самоубийства в комнате присутствовали британский миллиардер Алке Дэвид, купивший права на прямую трансляцию смерти Иванисовича, и жена больного, наблюдавшая за тем, как ее муж уходит из жизни. Незадолго до смерти россиянин заявил, что благодарен господину Дэвиду и его команде за то, что ему предоставили возможность безболезненной смерти. «Моя семья будет иметь возможность жить в достатке после того, как это пройдет», сказал тяжелобольной человек. У нас в студии находятся как сторонники эвтаназии, так и противники легкой смерти. Я прошу высказаться со своим комментарием об этой публичной смерти кинорежиссер Евгения Крылова. Евгений, пожалуйста. Я убежденный противник эвтаназии, но сейчас я хочу сказать не об эвтаназии. Я еще и противник подобных сюжетов, потому что он вызывает смесь чувств отвращения, негодования, недоумения. То, что является сакральным, то, что приводит нас к мысли о вечности, мысли о смерти, становится поводом для создания каких-то информационных сюжетов. Более того, еще и для определенного торга. А что мешало этому миллиардеру просто взять и помочь семье умирающего? Скоро не останется ничего, на чем вот это продажное, простите, телевидение не будет уже делать деньги. То есть вы считаете, что если бы этот человек взял деньги за свою смерть и попросил бы не показывать это в эфире, это было бы возможно? Нет, нет, конечно. На совесть этого человека будет грех самоубийства. Позволительно ли вопрос жизни и смерти решать с помощью денег? Можно ли торговать собственной жизнью и смертью? Вы считаете, что эвтаназия за деньги неприемлема, а бесплатно вполне? Здесь нужно исключить вообще разговор о деньгах в том смысле, что ведь мы эту жизнь у Бога не купили, чтобы ей торговать. Я говорю о том, что происходит с оставшимися в кадре, кто остался жить с семьей и с этим купившим смертью. Смогут ли они спокойно жить после этого и тратить спокойно эти деньги? Да, если смогут, то это нет оправдания. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Ваша точка зрения понятна. А вот если говорить о милосердии, то этот вопрос в отношении эвтаназии и в отношении этого сюжета нам сможет прокомментировать волонтёр. Антон Курилович занимается давно волонтёрской работой и работает в хосписе. Антон, пожалуйста. Уже где-то около семи лет я являюсь волонтёром в хосписе. Сейчас очень широко обсуждается тема эвтаназии. При этом она стала обсуждаться где-то после 50-х годов 20-го века. И всё преподносится так, что якобы сами больные, все поголовно больные, этого хотят. Но по опыту работы в хосписе могу так сказать, и по опыту беседы с руководителем первого московского хосписа, ныне покойной Веры Миллионщиковой, что в таком состоянии люди боятся боли. А бояться боли – это действительно страшно, больно. Те, кто это сам пережил или у кого близкие это пережили, знают об этом. Поэтому в хосписе создаются все условия, чтобы человек не испытывал этой боли. И после введения определённых препаратов, после беседы с психологом, люди хотят жить, и люди хотят достойно встретить то время, которое им отвёл Господь – месяц, два, неделю. Поэтому, конечно, я категорически против эвтаназии. Антон, скажите, в вашей практике были случаи, когда человек больной желал бы, чтобы его умертвили? – Были случаи, когда человек находился в очень тяжёлом состоянии, и до введения препарата ему было очень больно. Он просил, чтобы его отключили от аппаратов. Но после введения инъекции своевременного и в дальнейшем беседы близких психологов, священника, который окормляет этот хоспис, конечно же, он не хотел умирать. Это был просто крик о помощи. Человек не может долго выдерживать такую адскую боль. Поэтому, мне кажется, задача общества, задача медицины, чтобы создать наилучшие условия заботы о таких больных. – Хорошо, спасибо. Если говорить о боли, то, конечно, мы знаем много случаев, когда бывают болезни и бывают такие боли, которые медицина не может подавить. И тогда, естественно, у человека возникает желание уйти в мир иной. Но в этом случае часто помогают квалифицированные профессиональные врачи. У нас в студии есть врач-реаниматолог Андрей Солонский. Андрей, пожалуйста, расскажи нам, так ли это? Есть ли боли, которые невозможно подавить? И как вы относитесь к этому сюжету, собственно говоря? – Это достаточно большая и серьезная проблема для тех людей, которые сталкиваются с такими случаями. И те боли и физические, и, может быть, еще в большей степени боли нравственные, они гораздо сложнее и требуют обсуждения своего решения. Важна не только судьба того, который уходит, а важно те, кто остается. И не надо забывать о враче. Потому что врач здесь соучастник. Здесь нельзя говорить о самоубийстве в полном смысле. Потому что ввел лекарство врач. А он мог ошибиться. Были случаи, когда, вроде бы необъяснимый для науки, но человек вдруг начинал идти на выздоровление. И как потом себя будет чувствовать врач, если он ошибся? Пациент, который находится в таком состоянии, даже еще не испытывая боль, когда он получает информацию о том, что он неизлечимо болен, это уже определенный стресс. Он попадает в жесткую депрессию. А тем более, если это сопровождается сильной болью. И в такой ситуации он не может принимать адекватных решений. Решение, которое он принимает в момент боли, и решение, которое он начинает об этом же разговаривать с ним, после того, как его получилось обезболить, это совершенно два разных человека. Человек сам отвечает за свою смерть. И всегда он принимает решение, и он будет ответственен. Это его жизнь, его смерть и его душа. Хорошо, спасибо. Ваша точка зрения понятна. К сожалению, не всегда пациент может оценить чистоту и честность врача. Тем более, в таком состоянии. Вы знаете, некоторое время назад у нас в стране очень серьезно обсуждался вопрос легализации в Таназии. И такие законодательные инициативы даже обсуждались в Государственной Думе. Давайте посмотрим, как на это, на эти премии реагировала общественность. Пожалуйста, сюжет. Она спешила на работу, а угодила под кирпич с крыши. Поначалу профессор Астахов решил, что поражение мозга необратимое. Но 140 дней спустя девушка начала реагировать на родных. Все это время они молили профессора только об одном. Вы дайте нам любого, дайте на аппарате, чтобы он жил. Реаниматолог Арнольд Астахов верит в чудесное исцеление и не хочет решать, кому жить, а кому нет. В его отделении, где недавно выходили рядового Андрея Сычева, клятву Гиппократа помнят на зубок. Я никогда не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу путей для подобного замысла. После 20 лет практики у операционного стола доктор Владимир Рыбин защитил докторскую по философии. Первая в России научная попытка осмысления феномена Эвтаназии привела его к протеерею Челябинского храма. Для нас является абсолютно недопустимым. Даже говорить об этом. Но Владимир Рыбин с кафедры Челябинского университета бьет во все колокола. Главный вывод его диссертации – эвтаназия – это проблема не медицинского, а скорее социального характера. Там, где эвтаназия вводится в практику медицины, там мы наблюдаем далеко зашедшие стадии антропологического кризиса. Кризиса культуры и проявления распада личности. Эта обшарпанная трехэтажка – последний приют для тех, в чье выздоровление уже кажется просто никто не верит. В миллионном Челябинске всего один хоспис на 13 мест. И без очереди в него не попасть. Здешние врачи диагнозы своих пациентов изменить уже не в силах. Но облегчить их страдания пытаются до самой последней минуты. Таким Паша был до аварии. А таким стал после своего черного вторника. Чего мы добились? Забились, что мы живем. Добились того, что мы немножко двигаем руками, ногами, головой. Но все это в ограниченных объемах. И хотя в мединститутах будущих врачей не учат уходу за безнадежно больными, проблем с милосердием в хосписе нет. А вот памперсы в дефиците. Три штуки в день по 24 рубля на каждого из 13 пациентов покупают всем миром. Эвтаназия – это неприемлемая штука. Если человека нормально обезболить, если человеку создать комфортные условия жизни, она не нужна. В Бельгии говорят, в Голландии введена эвтаназия. Где они палачей-то берут? Это же врач должен делать. Я не знаю, нас всегда учили. Жизнь больного – это превыше всего. По уголовному законодательству эвтаназия квалифицируется в рамках статьи 105-й, предусматривающей ответственность за убийство. В исследовании юриста Оксаны Капинус уникальная статистика. Почти 20% врачей признаются в медицине и сейчас совершаются акты эвтаназии. Например, когда смерть наступает от сознательного бездействия медиков. А в случае легализации этого явления человека смогут подталкивать в мир иной и из корыстных соображений. Как видите, очень многие противники эвтаназии говорят о том, что если человеку создать нормальные условия и подобрать нормальные обезболивающие препараты, то можно обойтись без всякой эвтаназии. Но есть и противники, и сторонники этой идеи. Андрей Николаевич, пожалуйста. У вас есть личные истории? Да, вот родственник мой лежит прикованный к постели уже без надежды на выздоровление. У семьи нет средств поместить его в хоспис. У семьи нет средств на дорогостоящие медикаменты, которые бы снимали ему вот эти вот приступы боли. Представьте себе малогабаритную квартиру. Это, так сказать, совершенно бездвижный человек. Плюс маленькие дети, которые каждодневно это все видят. Они, так сказать, там семья трое детей, двое учатся в школе. Одна девочка ходит в детский сад. Все это происходит на глазах, так сказать, в нашей, так сказать, двушке обычной. В общем, не только человек не может умереть, но и те, которые живут вокруг него, не могут полноценно жить. То есть получается, что этот умирающий человек отнимает жизнь у будущего поколения. Вот. Поэтому вопрос этот неоднозначный. Я считаю, что вопрос в законодательном плане. Я скорее за то, чтобы, так сказать, такой закон принять. И не знаю, кто это будет, так сказать, врачи, возможно, это не врачи, а какой-то другой институт должны помочь человеку прекратить эти страдания. Понятно вашу позицию. Спасибо большое. К слову о врачах. Как относятся врачи к этому? Давайте узнаем у другого гостя нашей программы, медсестра Ксения. Ксения, пожалуйста. Расскажите нам, как вообще с точки зрения врачей, тех людей, с кем вы работаете ежедневно, как они относятся к этой проблеме? Ну, все врачи относятся по-разному. Как было видно из этого сюжета, вот есть врачи, которые считают, что эвтаназия – это великое зло. Вот. Я считаю, что действительно не так это все однозначно, что есть случаи, в которых вот такая вот помощь при уходе из жизни человека – это благо, это добро. И это, ну, милосердие, в конце концов, потому что, когда сталкиваешься ежедневно со страданиями, с такими тяжелыми больными, то люди действительно просят об этом, о смерти. Вот. О смерти как о подарке, они молятся. Очень часто, когда говорят об эвтаназии, то понимают вопрос этический. Кто сделает ту самую смертельную инъекцию для человека, которая может быть облегчит ему страдания, но кто возьмет на себя вот эту работу? Есть среди ваших знакомых медицинских работников люди, которые готовы вот работать в таком качестве? Да, конечно. Я думаю, что все равно это как-то происходит. Ну, как-то это негласно. Люди, ну, вот как медсестры, врачи, все равно это происходит вот по практике. Как в таком случае быть с вопросами совести? Или этот вопрос не в области совести и нравственных рассуждений? Ну, вы знаете, вообще работа врача, ну, тут, не знаю, это сталкивается, ну, каждый, наверное, каждый день, каждый час вот с какими-то, с принятием решений. Вот, и вот врач-реаниматолог тоже меня поддерживает, он знает, что это, как это вообще, каждый раз принимается какое-то решение, там, приопираться к хирурге. Вот все равно это берется на себя как совесть и мучается, и сколько смертей, там, вот у него на совести, например, или на моей совести, у любого врача. Спасибо. Сейчас бы я хотел передать слово человеку, который не с точки зрения медицины, а с точки зрения, ну, скорее, гуманитарной, имеет дело с тяжелобольными и с их родственниками, и с этой проблемой, с проблемой эвтаназии. Арсений Федоров, журналист и блогер. Пожалуйста, Арсений. Да, несколько лет назад я в своем блоге, просто потому что это было широко обсуждаемо в то время, решил тоже поднять эту тему, тему эвтаназии, просто так вот написал несколько строк, забросил, так сказать, удочку. Вы сами встречались с такими людьми, которые хотели бы добровольно уйти из жизни? Да, неоднократно я встречался с такими людьми, специально искал их для того, чтобы мои статьи были чем-то подтверждены. Ну, и для самого себя, мне было интересно понять. Скажите, какая главная причина ухода из жизни этих людей? Есть разные причины, и человек, вот я, сталкивавшийся с ними неоднократно, с этими людьми, могу сказать, что есть люди, которым нельзя делать эти инъекции, давать возможность уйти из жизни, а есть люди, которые действительно в этом нуждаются. Некоторые просто вот чувствуют себя плохо, им надоел эта жизнь, им надоел этот мир, и параллельно у них есть какая-то болезнь. Вот, и они говорят, что я хочу уйти из жизни, мне надо в этом помочь. Хотя очевидно, что если он найдет близких людей по духу, если он найдет какое-то общение, если ему кто-то поможет душевно, духовно, то у него все наладится, включая здоровье. То есть, какие случаи были? Конечно, вот. Но есть и такие случаи, когда очевидно, что человек хочет жить, хотел бы продолжать жить, но для него это просто невозможно, невыносимо. Многие говорят о том, что если удалить страдания телесные, то человек станет хорошо, и он сможет жить дальше. Но ведь все знают, что страдания телесные даже в сравнении не идут с душевными, с духовными страданиями, которые испытывает человек, который лежит, понимает, что с ним происходит, видит, как страдают его близкие за счет того, что происходит с ним. Что им приходится видеть его страдания, ухаживать за ним, оставлять свою работу, перечеркивать свою жизнь ради того, чтобы быть рядом с ним. И при этом он не получает ни радости от этого, ничего. Хорошо, спасибо. Ваша позиция понятна. Вы считаете, что легализация эвтаназии допустима в тех случаях, когда невозможно вытащить человека к нормальной жизни? Через несколько секунд мы продолжим наш разговор. Уважаемые зрители, вы тоже можете выразить свое отношение к проблеме эвтаназии. Голосуйте по телефону в Москве. 271-67-71 против эвтаназии. 271-67-72 за эвтаназию. Итоги голосования будут подведены в конце программы. Звонки по России бесплатны. Вы смотрите программу «Правила жизни» на телеканале «Радость моя». Сегодня мы говорим об эвтаназии. В нашей студии есть защитники и противники легализации легкой смерти. Шесть лет тому назад у меня от рака умирал отец. В тот момент, когда он спустил последний вздох, я держал его на руках. И, ну, как все раковые больные, он, конечно, страдал от боли. Да, мы находились в условиях нашей медицины. То есть у нас не было обезболивающих препаратов. С другой стороны, я знаю случаи, когда верующие больные исцелялись непостижимым образом на серьезных стадиях онкологических заболеваний. У меня есть одна знакомая, которая в серьезной стадии рака живет уже много лет. Но она беспрерывно молится, причащается, исповедуется. Я вот не хочу сказать, что это вот под силу всем и что это для всех совет, потому что все в разной степени религиозны. Есть люди, которые вовсе не религиозны. Ну что мы сейчас будем советовать атеистам? Молитесь и вы исцелеете, они будут опять над нами смеяться. Давайте уточним. Вот Андрей Николаевич, родственник больного человека. Андрей Николаевич, в вашей ситуации религия и вера являются каким-то сдерживающим фактором? Да, конечно, разумеется. Часто приходится слышать такой аргумент, что вот Бог посылает человеку такую смерть, такие мучения, посылает их для чего-то, для того, чтобы он искупил, возможно, свои грехи или грехи своих ближних. Тогда нет никаких оснований облегчать ему эти мучения искусственно, вводя какие-то препараты и так далее, о чем говорят врачи. Человек может продолжать жить, и будучи больной, если Бог ему посылает эти мучения, значит, он должен отказаться. Да, получается, что врачи борются с желанием Бога в этом плане. В этом плане можно это рассматривать так, да. Но если эти люди хотят уйти из жизни, то пусть они сами себя этой жизни лишают, не перекладывая это решение на кого-то другого, не делая других убийц. Плодить плачей тоже нет никакого смысла. То есть, ваша позиция очень удобная. Хочешь, если у тебя адские боли, если ты не можешь терпеть, пожалуйста, вот тебе шприц, вкай себе сам, чтобы никого не делать виноватым. Ну, в той или иной мере это, я считаю, человеку это, так сказать, должно быть предоставлено. В том случае, если он не в состоянии сам себе ввести инъекцию, то здесь встает вопрос, может ли кто-то сделать это за него. У нас тут есть два медицинских работника. Давайте у них спросим прямо сейчас, да. Ксения у нас есть, Андрей. Есть такие профессии, да, вот там, родину защищать, да, есть воины, есть врачи, есть люди, которые действительно берут на себя какие-то обязательства. Вот, и, конечно, да, мы все давали клятву Гиппократа. Если человеку нужна в данном случае помощь именно в том, чтобы уйти из жизни, уйти безболезненно, уйти, ну, вот так вот легко и облегчить, то, ну, так же врач может в данном случае взять на себя и вот этот груз, если хотите, да. Помочь человеку, вот, сделать этот шаг, если он сам это не может. Я слышал, что в некоторых современных медицинских вузах клятву Гиппократа уже не дают. Может быть, для того, чтобы врачи не мучились совестью? К примеру, один говорит, вот я потерял ногу, ну, например, футболист, и все, для него эта жизнь перестала существовать. В смысле? А парализованный, да он без одной ноги, ему только дайте жить. Да, конечно, у каждого человека свое желание. В том-то и дело, это все относительно. Подождите, секунду, вот Евгений нам сказал, что человек обладает свободной волей, Господь дал человеку свободную волю. Волю на жизнь, получается, и волю на смерть. Если человек обладает своей свободной волей, заявляет, я не хочу жить, можем ли мы препятствовать его свободной воле? Никто не может, если я решил уйти из жизни, то мне не может никто это запретить. Это твоя ответственность, твоя жизнь, ты будешь отвечать перед своей совестью, перед своими родными, если верующий, перед Богом. Но ты за себя отвечай. То есть вопрос не в том, будем ли ему мешать, а будем ли мы ему помогать в этом. Любой нормальный человек, воспитанный в традиционной культуре, видя, что человек прыгает с балкона или с моста, попытается его остановить все-таки. С этим я согласен. Некоторое время назад об эвтаназии очень резко высказывалась Валерия Новодворская, известный общественный деятель. Накануне нашей программы мы позвонили ей. И сейчас я прошу дать запись этого телефонного звонка. Запрет эвтаназии, так же как запрет абортов, это очень свойственно полутоталитарным, авторитарным режимам, к которым я отношу отчасти и страны, где церковь не отделена от государства. Это нарушение принципа свободы воли. Если человек не хочет больше жить, то если находятся врачи, способные оказать ему в этом содействие, то зачем же запрещать этот тет-а-тет? Жить или не жить вправе решает сам человек. Кстати, я не воспринимаю и христианский запрет на самоубийство. Иисус, кстати, ничего подобного не говорил. И в некотором роде то, что он сделал в своем земном существовании, Голгофу, вот этот финал, это было хорошо, правильно организованное самоубийство. Он не мог не знать, чем все это закончится. Так что попытки сослаться на него при запрете самоубийств, это как-то несостоятельно. Ведь в Швейцарии это разрешено. И вот все съезжаются в этот тур, желающие охотники, и цивилизованно умирают при содействии врачей. И Швейцария получает дивиденды, в общем, ехать довольно далеко. Конечно, это нужно разрешить. Итак, вот такое мнение у госпожи Новодворской. Я прошу вас пропомментировать эту речь Валерии Новодворской. Кто первый? Евгений. Ну, я не богослов, хотя и для меня очевидно, что Валерия Ильинична, ну, она пламенный борец за демократию. Она будет выступать за превращение католичества в протестантизм, протестантизм и там дальше еще во что-то. Она, очевидно, не знает, что не Голгоф является финалом, а финалом является воскресение Христа. И именно это событие, это предмет христианской веры и божественная природа Христа, умирающего в человеческом теле, безусловно, предвидит это, как предвидит вообще все. Хорошо. Есть еще какие-то комментарии с вашей стороны? Пожалуйста. Мне не нравится то, что она сказала про Христа, потому что это неправильно. Христос не самоубийца, это жертва. И такой жертвенный поступок и самоубийство – это просто противоположные вещи. И Христос взошел на крест ради грехов наших. Моя позиция не такая теперь, как бы, очевидна. Я считаю, что с эвтаназией, тем более ее юридическим, как бы, законением надо серьезно повременить. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста, еще какие-то последние комментарии? Все-таки, если есть решение человека, если есть решение его врача, если есть решение его близких, и они не видят никакого другого выхода из этой ситуации, которая уже какое-то длительное время продолжается, то все-таки я считаю, что возможность такая должна быть предусмотрена. Арсений, а я бы добавил к Вашим словам еще не просто, если есть решение больного, решение родственников, решение врача, после беседы со священником и тех, и других, и третьих. Возможно. Спасибо. Пожалуйста, Андрей, Ваши комментарии последние. Как быть с неверующими людьми? Они хорошо верующие поговорят со священником, но я не думаю, что священник, во всяком случае, традиционных религий посоветует такое. У нас был вопрос, а как определить границу, живет человек или не живет? Потому что понятно, ладно, когда человек в сознании, он сам принимает решение, вот я хочу умереть, не хочу умереть, в конце концов он сам. А вот человек без сознания, в коме, еще в какой-то ситуации, когда он сам не может нам сказать, а он за жизнь, против жизни, что делать в этом случае? И как определить, а живет он или не живет, или там уже тело одно? Я, знаете, что думаю, что в этих ситуациях, когда нужно определять, живет или не живет, всегда нужно принимать решение, живет. Если есть сомнения, значит живет. Да, да. Во-первых, да. И тут есть несколько... Мы не видим душу. Совершенно верно. С точки зрения верующего человека, тем более, пока человек живет, душа там есть, Бог задержит человека в жизни. Как и бы мы ни придумывали аргументы «за» и «против», все равно всегда каждый решает для себя сам. Для верующих людей есть ответ на этот вопрос. Молиться. Молиться, да. Как быть с неверующими. Молиться всегда надо. Во-первых, как быть с неверующими, но все равно решает совесть. Все равно верующий, он обратится к Богу за советом. Неверующий должен обращаться к своей совести, если он считает, что у него такая есть, если он чувствует в себе внутри ее. Но он все равно принимает решение. Спасибо, Андрей. Можете сейчас один комментарий? Отношения в русской православной церкви тоже к эвтаназии неоднозначные. С одной стороны, негативное отношение к химической эвтаназии, но, как говорится в документе, который был принят в 2000 году, основа социальной концепции, если будет сделано заключение, что продление жизни человека ни к чему не ведет, совершенно ни к чему не ведет, ну, выражаясь, я не знаю, там, субкультурным языком, это просто существование овоща. В таких случаях, и то еще с древности, это для верующего, конечно, человека, служили молебен о разлучении души от тела. И священники, которые служили этим молебеном, рассказывали, что, к примеру, женщина мучается, отслужили молебен, и она тихо, мирно умерла. Верующий человек верит, что жизнь ему дал Господь, и жизнь эту поддерживает. Если он ее поддерживает, и отнимает жизнь Господь, да. И вот Бог его жизнь отнимает, а врачи, так сказать, не дают эту жизнь отнять. Я думаю, что я вряд ли могу потягаться с Богом, если Бог решит забрать жизнь, я не спасу. Давайте подведем итог нашей программы, да. Бывают разные случаи, когда люди задумываются об уходе из жизни, об эвтаназии, и хочется просто пожелать, во-первых, всем не оказаться в этой ситуации никогда, не оказываться в этой ситуации никогда, и, конечно, терпение. Я думаю, что сегодняшний спор был такой, достаточно горячий, но дискуссия с Новодворской всех как-то примирила. Подведены итоги зрительского голосования. Позвонило более двух тысяч человек. Из них 29% за эвтаназию, 71% зрителей против эвтаназии. Вопрос о легализации эвтаназии большинством врачей и богословов все-таки трактуется как недопустимый. А в Уголовном кодексе России для подобных случаев даже существует особая статья 105-е – убийство. Конечно, сложно говорить о законе юридическом для тех, кто причастен к актам эвтаназии, но закон высший, духовный, божий для них никто не отменял. Мы надеемся, что вам никогда не придется выбирать между двух этих законов. Ведь главное правило жизни в самых трудных ситуациях – просто жить. О других правилах жизни мы поговорим в следующий раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok